МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа в этом выпуске. 26 сентября состоится очередная сессия собрания депутатов Ненецкого округа. Вопросы ее повестки были рассмотрены в рабочих органах регионального парламента, постоянно действующих депутатских комиссиях. Меры социальной поддержки населения в центре внимания регионального парламента. Собрание депутатов рассмотрены изменения в ряд окружных законов, направленные на дополнительные меры поддержки лиц с ограниченными физическими возможностями. Педагогам окружных средних специальных учебных заведений будут компенсировать аренду жилья. Поправки в закон призваны уравнять и привлечь педагогических работников в образовательные учреждения округа. Депутаты окружного собрания посадили аллею в честь 25-летия регионального парламента. Она была заложена в районе городского парка. В честь памятной даты высажены саженцы рябины. 26 сентября состоится очередная сессия собрания депутатов Нинецкого округа. Вопросы ее повестки были рассмотрены в рабочих органах регионального парламента. Один из таких вопросов – реорганизация окружного казенного учреждения «Централизованный стройзаказчик». Реорганизация подразумевает выделение из казенного учреждения нового юридического лица государственного бюджетного учреждения автомобильной дороги НАО. Соответствующее решение администрации округа обсудили в региональном парламенте на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. По информации разработчиков проекта, целью предлагаемой реорганизации является создание оптимального механизма осуществления деятельности в сфере строительства и дорожной деятельности посредством разделения двух масштабных функций между двумя учреждениями. Дорожную деятельность в виде содержания текущего капитального ремонта мы хотим делегировать или выделить из СССР и делегировать в сторону именно государственного бюджетного учреждения автомобильной дороги НАО, как это было уже в антинуте озвучено. Почему? В том числе для того, чтобы по ключевым магистралям округа, от которых зависит жизнедеятельность большинства населения, у нас был управляемый в ручном режиме государственный подрядчик. Чтобы мы могли понимать, стабильность и качество оказанных услуг были регулируемы в ежеминутном режиме. Рабочие места в новом учреждении будут предложены сотрудникам ДРСУ. В свою очередь депутат окружного собрания Татьяна Федорова уточнила, будет ли необходимость в дополнительных бюджетных средствах. Как пояснили представители департамента, точное финансово-экономическое обоснование будет представлено после утверждения устава штатного расписания и объема госзадания. Те расходы, которые предусмотрены сейчас в бюджете на содержание дорог, они будут, скажем так, использованы при создании этого ГБУ, и содержание дорог также будет производиться в счет тех расходов, которые заложены уже сейчас. Большую дискуссию вызвал вопрос о передаче в округ полномочий по городским дорогам. Как отметила Валентина Саутина, в настоящее время не все дороги оформлены, поэтому есть предложение перенести срок передачи полномочий по дорогам на 2021 год. По вопросу окончательного завершения паспортизации дорог депутаты предложили сделать запрос в адрес городских властей. Председатель окружного собрания Александр Лутовинов отметил, что в целом понимание о реорганизации есть. При этом самый главный вопрос – насколько она будет эффективной. По итогам обсуждения принято решение вынести вопрос на рассмотрение сессии. В преддверии очередной сессии депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии по социальной политике под председательством Анны Булатовой рассмотрели изменения в окружной закон о квоте для приема на работу инвалидов на территории Нинецкого округа. В настоящее время работодатели в соответствии с установленной квотой обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов. В действующей редакции закона закреплено, что для работодателей, осуществляющих деятельность на территории региона с численностью работников более 100 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 3% средней списочной численности работников. Для организаций, где не менее чем 50 человек и не более чем 100 человек, квота составляет 2%. Как отметила начальник отдела организации медпомощи и развития здравоохранения Елена Левина, с начала текущего года 68 работодателей в регионе представили информацию в Центре занятости населения о 202 квотируемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов. Из них занято инвалидами 152 рабочих места. Главная причина незаполнения рабочих мест – это отсутствие гибкого механизма исполнения обязательства по квотированию рабочих мест. И работодатель не может в силу специфики деятельности своей организации создать рабочие места для инвалидов. В случае невозможности создания или выделения рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организации на сегодняшний день не предусмотрено право использования иных механизмов. Как отметили представители профильного ведомства, поступило два предложения от компаний-недропользователей ННК «Печора нефти» и «Лукоэлкоми», у которых есть опыт заключения соглашений с другими работодателями для трудоустройства инвалидов. В связи с этим предлагается предусмотреть, что выполнение работодателями квоты может осуществляться посредством заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в другой организации. Суть внесения в законопроект в следующем – работодатели в соответствии с установленной квотой посредством заключения соглашений с другой организацией будет иметь возможность трудоустраивать инвалидов для выполнения заданий. То есть у нас на сегодняшний день эта норма закона не отрегулирована, но благодаря внесению этого проекта, изменений в закон, мы сможем устроить как можно больше инвалидов на рабочие места. На заседании профильной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа под председательством Андрея Смыченкова депутаты рассмотрели изменения в окружный закон об образовании. Они призваны облегчить финансовую нагрузку на инвалидов и их родителей при получении профессионального образования на возмездной основе. Действующий закон дополнит статьей, предусматривающей компенсацию расходов инвалидам, не достигшим 24-летнего возраста, а также родителям, законным представителям детей-инвалидов, стоимости обучения в государственных профессиональных организациях Ненецкого округа по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам на платной основе. Изменения в законах об образовании, которые нам позволят компенсировать дедям-инвалидам расходы и их представителям на среднее специальное образование. Причем он будет иметь частично и обратную силу, то есть и те, кто учится в настоящий момент уже, получат эти компенсации. Действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 сентября прошлого года. Из окружного бюджета на эти цели будет направлено 186,5 тысяч рублей. Эти средства компенсируют затраты на обучение четырех молодых людей с инвалидностью, обучающихся в окружных учреждениях. Депутаты планируют принять законопроект на очередной сессии сразу в двух чтениях. Педагогам окружных СУЗов будут компенсировать аренду жилья. В текущем году этой мерой соцподдержки смогут воспользоваться 9 человек. По инициативе общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа разработаны поправки в закон об образовании, призванные уравнять педагогических работников среднеспециальных учебных заведений с преподавателями дошкольных и школьных образовательных учреждений округа. Действующая редакция окружного закона позволяет оказывать эту меру соцподдержки только работникам детских садов и школ региона. Предлагается с 1 октября 2019 года распространить гарантии ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения на педагогических работников окружных профессиональных образовательных организаций, не обеспеченных жильем. По словам заместителя руководителя окружного профильного ведомства Лианы Храповой, на сегодняшний день перед департаментом стоит задача привлечения в регион высоко квалифицированных кадров и такая мера поддержки поможет ее реализовать. Компенсация позволит нам более привлечь и пригласить туда для работы специалистов, которые будут готовить кадры для экономики. Для одиноких граждан и пар компенсация составит до 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей семьям с детьми. Принятие законопроекта потребует дополнительных застрадок закружного бюджета в Адмире 338 тысяч рублей за расчет на 9 человек, согласно информации, в основном департаменте образования. В свою очередь Татьяна Федорова обратила внимание на необходимое строительство в округе арендного жилья. Добавлю, что ознакомиться с законопроектом и высказать свое мнение можно на официальном сайте регионального парламента. Еще один вопрос, который был вынесен на рассмотрение профильной комиссии регионального парламента, касался реорганизации Центра развития ребенка «Солнышко» и детского сада «Росток», в которых обучается 241 ребенок. Как пояснила руководитель окружного профильного департамента Лина Гущина, реорганизация инициирована руководителями учебных учреждений, исходя из финансовой ситуации, которая связана с нормативами подушевого финансирования. Нам денег катастрофически не хватает. Зарплату нам вроде нужно повышать, и тем категориям, и тем категориям этого не получается. Люди увольняются, постоянно увольняются. И вот мы остались уже без бухгалтера, мы остались без воспитателей. У меня сейчас повар ушел. В процессе реорганизации планируется сокращение административного персонала. Это заведующие детского сада, одного из детских садов, Росток в частности, старший воспитатель, документовед. И на настоящий момент главный бухгалтер учреждения уволился. И данная должность в локации здесь сокращения не последует. Предполагается, что объединение позволит повысить эффективность работы. После процедуры реорганизации предлагается присвоить новому учреждению наименование Государственное бюджетное дошкольно-образовательное учреждение Неницкого округа Центра развития ребенка детский сад Солнышком. Мы с Рутой Михайловной продумали штатное расписание, проработали все единицы, чтобы никто не пострадал, чтобы все спокойно вошли в Новый год, без волнений каких-либо. Председатель постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и спорта Андрей Смученков поинтересовался у заведующих детсадов. Не повлечет ли реорганизация каких-либо проблем? Нет, проблем не будет. Мы выполняем это с президента. Вот индексация, которая с 1 августа у нас произошла, дополнительных финансовых средств, мы не просим. То есть мы справляемся. Кадры у нас постоянные. Поэтому я не думаю, что будут какие-то такие проблемы, которые мы не сможем решить. В свою очередь заместитель губернатора округа Наталья Сидорова отметила, что вопрос реорганизации уже обсуждался на встречах с коллективами дошкольных учреждений образования. На все вопросы были даны разъяснения. В ходе обсуждения вопроса реорганизации двух дошкольных учреждений депутат окружного собрания Матвей Чупров рекомендовал при принятии решения отказаться от введения аутсорсинга в новом образовательном учреждении. Отмечу, что в настоящее время в детском саду Росток услуги по клинингу переданы на аутсорсинг. То есть, когда определенные виды или функции производственной деятельности передаются другой компании на основании договора. Согласилась коллега и депутат Наталья Лысакова, отметив, что в детском саду с учетом специфики работы штатные работники все равно лучше, чем приходящие. Подводя итоги встречи, парламентария рекомендовали департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого округа не вводить аутсорсинг в детском саду после объединения. Депутатам представительных органов сельских поселений на непостоянной основе упростят порядок декларирования доходов. Законопроект о внесении поправок в окружную закон о противодействии коррупции в НАУ парламентария региона рассмотрели на заседании постоянной комиссии по госустройству и местному самоуправлению. В июле текущего года были приняты поправки в федеральное законодательство в части упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Подразумевает, что если такие депутаты не совершили в отчетном периоде, то есть отчетный год сделок, которые бы превышали общую сумму дохода такого депутата и его супруги-супруга за три года предшествующих, то они вправе не представлять сведения о своих доходах, расходах о его имуществе, а соответственно просто уведомить высшее должностное лицо. И порядок такого уведомления федеральный законодатель определил, дал полномочия по принятию такого порядка региональному законодателю. В этой связи соответствующие изменения вносятся в окружной закон о противодействии коррупции. Также законопроектом предусмотрен порядок уведомления губернатора округа в случае отсутствия совершения таких сделок. Не позднее 30 апреля такие лица уведомляют губернатора через структурное подразделение аппарата администрации, на которое возложили функции по противодействию коррупции. И форма уведомления будет утверждаться губернатором. Почему сделали на губернатора? Ну, здесь были консультации непосредственно с аппаратом администрации, с комитетом по противодействию коррупции. И губернатор поддержал нас, что уж форма уведомления будет ими самостоятельно определяться. Как отметил председатель комиссии Александр Чушсанов, собрать большой пакет документов о своих доходах и имуществе депутатам представительных органов в муниципальных образованиях было проблематично с учетом объективных причин, таких как отсутствие в удаленных сельских поселениях отделений кредитных организаций для получения справок. Федеральные изменения упростили порядок декларирования доходов. По результатам рассмотрения вопроса комиссия рекомендовала комитету принять законопроект сразу в двух чтениях. В перерывах между заседаниями профильных комиссий народные избранники занимаются общественными работами, в том числе благоустройством окружной столицы. Минувшую пятницу депутаты окружного собрания высадили аллею деревьев в парке «Юбилейный». Это событие приурочено к 25-летию регионального парламента. В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Александр Лутовинов, его заместитель Максим Арбузов, депутаты Николай Новожилов, Александр Чурсанов, Николай Миловский и сотрудники аппарата собрания депутатов НАУ. Председатель регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что юбилей законодательного органа – это хороший повод для участия в озеленении нашей заполярной столицы. Я очень рад, что собрание депутатов, депутаты, парад принимает участие в этой акции. Она хорошая, добрая. Я надеюсь, мы возьмем шествие над этим маленьким клочком земли, благоустроим его, будем сюда приходить, будем досаживать деревья. И поэтому эта аллея, наверное, будет развиваться. Пускай она будет нашей депутатской аллеей. Как рассказали депутаты, опыт посадки деревьев у них есть. По словам Николая Новожилова, главный секрет успеха в этом деле – это легкая рука, хороший грунт и хорошее дерево. Какое время года лучше? Ну вот сейчас самое время. Да, уже все, деревья, можно сказать, отцвели, листья опали. Поэтому сейчас самое то, что… Но это будет особое, да? Особое дерево, да? Это да, это будет особое, это будет личное, можно сказать. Каждый из собравшихся высадил свой особый саженец рябины. Именно этот вид дерева выбрали парламентарии. Они устойчивы к перепадам температур и радуют своей яркой листвой долгое время. И мне кажется, одно из самых удачных и красивых деревьев у нас на севере. Своих подопечных депутаты пообещали взять под личный контроль. Я прогуливаюсь вечерами по городу и бываю в этом парке, живу тут недалеко. Поэтому буду заглядывать. Береза у нас? Нет, это рябинка. Рябинка. Буду за… Увезли землю. Ну ладно. Буду заглядывать там, брать самую бутылку воды, поливать. В общей сложности было высажено 11 молодых рябинок. Парламентарии намерены провести подобную акцию и в следующем году. В озеленение города приняла непосредственное участие и депутат окружного собрания Анна Булатова. Она присоединилась к жильцам дома номер 3 по улице Капитана Матросова, которые решили разбить на своей придомовой территории мини-парк. В планах жителей разработать на небольшом участке целый ландшафтный дизайн с подсветкой, скамейками для отдыха и декоративными растениями. К реализации первого этапа своей идеи неравнодушные жители уже приступили. Первый этап в реализации масштабного проекта «Посадка деревьев». Жители дома высадили на своей территории рябину. В нашем доме проживает большое количество пожилых людей. Далеко ходить они не могут и очень хотелось бы что-то сделать здесь наподобие мини-парка, чтобы им было куда выйти, посидеть, пообщаться. В планах создать здесь маленький северный оазис, высадить декоративный кустарник, многолетние цветы, чтобы создать живую изгородь от дороги, чтобы жильцы могли вечерами выйти и пообщаться. Дом новый, построен 5 или 6 лет назад и вокруг необходимо сделать благоустройство. В прошлом году, правда, под заморозки, инициатива у нас слегка воплотилась. Смогли посадить два дерева на детской площадке. Первым делом на участок, где решено было разбить мини-парк, завезли землю, потому что после строительства почва была непригодна для посадки. Но жители соседних домов задумку не поняли. Через чернозем срезают путь, вытаптывая будущий парк. Буквально 8 числа была привезена земля, раскидывали здесь практически все жители дома, но хотим заострить внимание, пока нет забора, жители соседних домов решили сокращать путь и двигаются через эту территорию. Основные работы по благоустройству будущего парка планируется продолжить уже следующим летом. Тогда местные жители здесь посадят цветы, вплотную займутся ландшафтным дизайном. Минувшие выходные были богаты на праздники. Сразу в двух старейших поселениях округа прошли юбилейные торжества. Деревне Куя и село Оксино исполнилось по 445 лет. Населенные пункты имеют богатую многовековую историю. Здесь живут замечательные люди, которые любят и гордятся своим краем. Стараются сохранить добрые традиции, культурные и нравственные ценности, оптимизм и любовь к родной земле. От имени собрания депутатов НАУ жителей села Оксино поздравил с юбилейной датой спикер Александр Лутовинов. Парламентарий в своей речи выразил особую благодарность ветеранам села, чей богатый жизненный опыт и мудрость помогают сегодня молодым продолжать славные традиции. В заключение он вручил почетную грамоту собрания депутатов НАУ учителю физической культуры средней школы села Оксино Николаю Сафронову за многолетний добросовестный труд и личный вклад в обучение и воспитание молодого поколения в Ненецком округе. В торжественных мероприятиях по случаю 445-летия деревни Куя приняли участие парламентария Наталья Кордакова и Матвей Чупров. На самом деле сегодня большой праздник, 445 деревни Куя. Каждый из нас, каждый из нас каким-то образом связан с населенным пунктом. Для кого-то это молодость, для кого-то здесь еще проживает и хочется сказать, что сегодня еще особый праздник. Сегодня праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Это хороший, добрый праздник и он связан непосредственно с вашим праздником. Это вот значит какое-то особое, вот наверное, есть на земле такое, что совпадает и хочется пожелать, чтобы вас Господь Бог и Матерь Божья хранила ваш населенный пункт. От имени собрания депутатов Ненецкого округа сердечно поздравляем вас с замечательным праздником, с днем основанием деревни Куи. Малая родина значит родная, как мать и отец. Это самое милое сердцу и душе место на земле. Жизнь разбрасывает людей во многие уголки, но где бы вы не были, малая родина всегда будет для вас тем маяком, который ярким, неугощимым светом зовет в родные края. В честь юбилея деревни Куя за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Ненецкого округа заслуженным жителям, а также активы клуба земляков деревни Никицы были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. К юбилею деревни также приурочили установку стелы труженикам тыла, ковавшим вместе с фронтовиками победу Великой Отечественной войне. Средства на изготовление и установку стелы собрали жители поселка и администрация Приморско-Куйского сельсовета. Заместитель председателя окружного собрания депутатов Максим Арбузов в минувшую субботу от имени регионального парламента поприветствовал участников окружного фестиваля клубов общения пенсионеров «Я люблю тебя жизнь». В этом году он приурочен к юбилею округа. Открыла традиционный фестиваль руководитель Ниницкого отделения Союза пенсионеров России Римма Костина. Она отметила большую роль клубов общения пенсионеров в сельских населенных пунктах и в Наринмаре и поблагодарила всех за активную помощь в деятельности регионального отделения. Как отметил в своем выступлении вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов, наши ветераны – люди высокого возраста, самая активная часть населения в регионе, оптимисты и жизнелюбы. Они всегда находятся в центре общественной жизни и подают пример молодежи, как нужно меняться и развиваться. Мы бесконечно гордимся вами, сказал заместитель председателя. Это творческое мероприятие, которое дает старшему поколению стимул жить интересно, сплачивает коллективы и дает всем хорошие эмоции. Имея богатый жизненный опыт, мудрость, вы активно участвуете в социальной и политической жизни в округе. Проводите большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, организуйте совместные юбилеи, конкурсы, фестивали, такие как ежегодный фестиваль «Я люблю тебя жизнь». Спасибо вам за те полезные дела, которые вы делаете для родного города и округа. Спасибо за ваше жизнелюбие, активную жизненную позицию, умение и желание жить интересно. Как отметил вице-спикер, он с большим удовольствием приобрел продукты домашнего приготовления на выставке распродажи «Дары за полярия» и поблагодарил северных мастериц за вкусные угощения. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. Северный фестиваль «Север» на следующей неделе. Продолжение следует...